Подозреваемого в жестоком убийстве двух амичек отправят в сезон на два месяца. Роман Гладков на судебном слушании согласился с арестом, и это все, что смог произнести мужчина, работавший ранее в исправительной колонии. Как говорят следователи, Гладков в шоке, он только недавно сознал, что натворил. Хроника того, как совершалось это преступление, как его раскрывали следователи в материале Дмитрия Ковалева. Вечер 31 марта. Две подруги отдыхают в баре Доски. Девушки отмечают день рождения одной из них. Позже к ним присоединился молодой парень Роман Гладков. На записи с камеры видеонаблюдения остался только тот момент, когда молодые люди уже собираются уходить. Позже следствие установит, мужчина пригласил новых подруг продолжить вечеринку в его квартире. По пути молодые люди заедут в магазин и купят алкоголь. Праздник продолжится до глубокой ночи. Но в тот момент, когда девушки начнут собираться домой, Гладков заподозрит, что у него украли деньги и украшения. Как говорит знакомая, одной из жертв на кражу ее подруга никогда бы не пошла. Будучи замужем, имея ребенка, она не могла сделать какие-то действия, которые описывались этим человеком. Девушки попытались уйти, но единственный выход закрыл хозяин квартиры. Сбешенный мужчина, который раньше работал в колонии, бьет одну из подруг в лицо. Утро 1 апреля. Из квартиры Гладкова доносятся крики о помощи. Их слышат соседи, но вызвать полицейских никто не решается. В это время мужчина еще пытается привести в чувство уже мертвую женщину. Вторая, понимая, чему стала свидетельницей, начинает кричать. Тогда Гладков задушил ее. Взял захват и удерживал, пока она не успокоилась. Только тогда Гладков понял, что произошло. Он попытался замести следы, выкинул из окна часть вещей погибших. Остальное спустя несколько часов собрал в мешки, вывез в лесополосу и сжег. Что делать с телами убитых девушек, подозреваемый, видимо, не знал. Весь день трупы пролежали в его квартире. И только вечером 2 апреля молодой человек вместе с отцом перевез их сюда. Могилой для двух девушек стала смотровая яма гаража. Днем 2 апреля в социальных сетях стали появляться сообщения о розыске двух девушек из крутой горки. В это же время следственный комитет возбуждает уголовное дело по статье «Убийство». К следователям попадает запись с камер видеонаблюдения. Именно она выведет на подозреваемого. Выманили его из квартиры, где непосредственно произвели задержание. И после чего доставили уже в отдел полиции, где с ним производилась работа. В ходе общения с сотрудниками полиции ему были предъявлены определенные доказательства. После чего Гладков уже рассказал о совершенном преступлении, но длительное время не указывал на место захоронения трупов. Тела убитых женщин нашли только 3 апреля. Днем об этом официально сообщили в полиции. Вот это вот сторону надо копать. Спустя двое суток после ареста в Ленинском районном суде Гладкову избирали меру пресечения. Прокурор и следователь однозначно просили оставить подозреваемого под стражей. Ближайшие два месяца Роман Гладков проведет в следственном изоляторе. Здесь он будет дожидаться, пока уголовное дело не передадут в суд. Дмитрий Ковалев и Евгений Слепов. Новости здесь, Омск. Новости здесь, Омск. Продолжение следует...